Жёстко и смело коммунист призвал к ответу за фальсификации выборов. Так просто это Путину и Панфиловой и всем причастным с рук не сойдёт. Всех этих жуликов нужно называть по именам. Депутат пообещал всегда напоминать, что ядро не народом избраны. Их выбирали те, кто делали вбросы, и те, кто это покрывали. Это тупоголовое продажное стадо. Меня сегодня в 2 часа ночи окружала толпа полицейских в районе Ивановская школа на шоссе энтузиастов 100. Госпожа Болтунова, председатель комиссии, и не допускали на контроль, как идёт подсчёт голосов. Я рад, что нам удалось сорвать фальсификацию в этой школе, но пришлось целый час под дождём, под ливнем, в оцеплении полицейских. Кстати, в район Ивановской в Москве прославился своими пытками в полиции, прославился в кавычках, когда одного возмущённого молодого программиста, которого полицейского потребовал представиться и заявить о своих правах, его окунали головой в унитаз за то, что он в полицейском участке, за то, что он потребовал оставить свои права. Я вот на своей шкуре опять попробовал, что такое полиция в районе Ивановской восточного округа. Ни закон, ни конституция для них недействительная. Они не пускали по закону положенных кандидатов, депутатов Государственной Думы на участок, чтобы проверить, как там идёт подсчёт. А он не шёл. Представляете, в два часа ночи с восьми они сидели и ждали, видимо, административной команды, как сделать шахер-махер. И пока пришёл кандидат депутаты, не начинали. Мы заставили их провести подсчёт, и на этом участке победила коммунистическая партия. У меня огромная благодарность москвичам. Я когда прорвался на это заседание комиссии, я чувствовал, понимаете, оглашают бюллетень за компартию, за компартию. А ну тут за Единую Россию. Опять за компартию, опять за компартию. Дорогие москвичи, спасибо вам за поддержку коммунистической партии. Мы не подведём. Вы впервые в Москве сформировали большинство, которое не приемлет этих жуликов и воров. И мы реально видели ваши голоса в бюллетенях. Долой жуликов и воров! Вот я дал себе слово. Меня переполняла благодарность за эти бюллетени, которые вы едва отдали коммунистической партии. Мы будем драться защищать ваши права. Вы на нас, может быть, голосовали не по идейным соображениям. Вы, может быть, говорили, что ладно, значит, хотя бы надо отомстить этой Единой России. У нас, может быть, разные взгляды. Но самое главное, нам нужно дать России шанс на нормальное демократическое развитие и нормальное гражданское общество. Чтобы вы могли с вами... Вы можете сами не соглашаться, Но мы с вами должны спорить. Но мы будем спорить после того, как отправим в отставку эту банду жуликов и воров. А пока вместе, вместе давайте отстаивать демократические принципы. Права и свободы. Власть знает, что народ сформировал новое антиедрозовское большинство. И мы это знаем. Как бы они не фальсифицировали, есть новое большинство в обществе, которое не приемлет вот этот муляж фальсификаторов в виде Единой России, который не приемлет эту партию власти. И это большинство объединяет совершенно разных людей. Поэтому пока мы едины, мы добьемся победы обязательно над этой бандой жуликов и воров. Согласны? Да! Дорогие товарищи, дорогие граждане, граждане с большой буквы. Я иногда говорю гражданин Путин, но и говорю в данном случае слово гражданин в более широком контексте, как близкое товарищ, брат и мой сотоварищ. Я хочу сказать, что сегодня эта власть объявила, что она набрала 315 голосов. В Москве, от Москвы, Валерий Федорович, по крайней мере, будет в Думе 7 самозванцев. Я обещаю вам, что я буду этих 7 самозванцев, которые придут в Думу, называть на каждом удобном публичном мероприятии. Начиная от господина Вазармана, Певцова и заканчивая всю тушать ее братью Леонтьева или прочим, Леонова, которые, да, разницы нет. Которые придут якобы в Государственную Думу представлять ваши интересы. Я буду им постоянно, обещаю публично говорить, вы самозванцы, вас в освещении избирали, вас избрали фальсификаторы. Поэтому давайте открыто заявлять. Вы жулики и воров, дворые представители жуликов и воров. Сторонники КПРФ провели митинг против итогов выборов в Госдуму. Они не согласны с итогами выборов. И, разумеется, мероприятия не согласовали. Ну а что делать, если власть игнорирует своих граждан? Митингующие заявили о имевшейся фальсификации дистанционного электронного голосования. В пресс-службе Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы по традиции заявили, что с учетом складывающейся эпидемиологической обстановки в целях предотвращения распространения на территории города Москвы заразы действует запрет на проведение публичных мероприятий. Причем в правительство Москвы поступили уведомления о проведении митингов 20, 21 и 25 сентября. Окончательные итоги голосования на выборах в Госдуму подведут 24 сентября. Подобьют, так сказать, нужные цифры. На удивление, митинг прошел тихо и мирно. Путин чует, что сейчас людям нужно спустить пар, хотя они уже это сделали на выборах. Российская система власти больше не нуждается ни в оппозиции, ни в общественном мнении. Дума будет выполнять не декоративную роль, но станет своеобразным центром политической экспертизы, согласованием интересов различных политических группировок, инструментом легитимации непопулярных решений, подготовленных в прошлом.